Божаю здоровья, шановные украинцы. Моему джерлову хорошему... Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Есть очередная хорошая новость. Возвращаем украинцев домой из российского плена. Сегодня еще 101 человек. Большинство защитники Мариуполя, рядовые сержанты, ВМС, пограничники, нацгвардия, военнослужащие сухопутных войск, теробарона, один гражданский, первый заместитель городского головы Энергодара. Я счастлив за каждую из более чем сотни украинских семей, в которые возвращаются сыновья, братья, мужья. Я благодарю наш координационный штаб и всю нашу команду. Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клеменко, Губенец и всех, кто помогает. Провел сегодня очередное заседание Ставки, и в нем приняли участие все командующие оперативных направлений. Подробно заслушали ситуацию по каждому из направлений, перспективы тоже по каждому из оперативных направлений. Поставка оружия, снабжение боеприпасами, подготовка наших военных, планы и возможности врага, потенциал украинского ответа. Удерживать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага – это приоритет в ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли – приоритет, который тщательно готовен. Провел сегодня несколько важных международных разговоров, как раз тех, которые усиливают. Из того, о чем можно говорить публично, отмечу следующее. Утром принял участие в заседании норвежского стортинга парламента, где как раз прорабатывали исторический пакет поддержки для нашего государства на 5 лет – более 7 миллиардов долларов. Норвегия – один из наших наиболее последовательных и энергичных партнеров. Это касается и оружия, в том числе сильных систем ПВО на Самс и многих других аспектов поддержки. Но особенно важно – этот пакет длительной пятилетней поддержки – это пример, ориентир. Это уровень, который видят другие партнеры. Я еще раз благодарю всех норвежцев за уже предоставленные пакеты помощи нашему государству и за сегодняшнее решение. Это то, что действительно нас укрепляет. Встретился сегодня с прибывшим с визитом в Украину министром иностранных дел Израиля. Детально поговорили. Проинформировал о ситуации на передовой и о наших усилиях на международных площадках. В частности, представил нашу формулу мира и пригласил Израиль присоединиться к ее реализации. Встретился с лидером Лейборийской партии Великобритании и официальной оппозиции. Британцы искренний и крепкий наш союзник. Они среди сильнейших защитников глобальной свободы. Важно, чтобы представители всего политического спектра Соединенного Королевства виделись своими глазами, что принесла российская война и как украинцы настроены победить и отстроить свою страну. Это была сегодня содержательная встреча, полезная. Я еще раз благодарю Британию за всю оказанную нашему народу поддержку, за всю ту оборонную силу, которую мы получили с помощью британцев. Говорил с президентом Казахстана, прежде всего, о сотрудничестве на международных площадках. Есть то, что можем сделать вместе ради наших общих интересов и защиты международного права. Поблагодарил за гуманитарную поддержку Украины. И еще несколько очень важных вещей. Сегодня наши литовские братья отмечают 105-ю годовщину восстановления литовского государства. Это праздник, вес которого особенно ощущается именно сейчас, когда мы вместе с Литвой защищаем нашу свободу и право на Европу. Я хочу еще раз подчеркнуть. Литва начала нам помогать еще до того, как Россия начала полномасштабное вторжение. И я постоянно чувствую эту поддержку. И от господина президента Агитана Сен-Авседы, и от литовского государства в целом. Абсолютно уверен, что мы будем вместе отмечать Дни нашей государственности еще много раз. И всегда в своих свободных странах. Только что принял участие в открытии 73-го Берлинского кинофестиваля. Как обычно, принципиального. Как обычно, актуального. И в этом году максимально солидарного с Украиной и нашей борьбой за свободу. Сине-желтые цвета символа Берлинали, знаменитого медведя, в этом году это действительно трогательно. И мощно. Мы вместе доказываем, что даже медведь бывает правильным. Я благодарю всех деятелей киноискусства, которые не остались равнодушными и поддерживают нас силой своих работ и своего влияния. Благодарю всех организаторов и участников фестиваля. И, конечно, Шона Пена, который был в Украине в первый день полномасштабного вторжения. И с тех пор становится только в более решительном поддержке украинцев. А также отмечу наших защитников и защитниц, наших героев. Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и артиллеристы 55-й отдельной артиллерийской бригады. Спасибо вам, ребята, за храбрость и меткость. Благодарю вас за умелую и стойкую оборону Донецкой области. Запорожское направление. Спасибо всем бойцам 129-й отдельной криворужской бригады терробороны. Надежно удерживают линию обороны. И, конечно, спасибо нашим воздушным силам, всем бойцам ПВО и летчикам, которые сегодня обеспечили результат по сбитым российским ракетам. 36 ракет и дронов во время сегодняшней атаки. Половина сбита. Делаем все, чтобы у наших воинов была возможность сбивать весь арсенал врага в нашем небе. Я благодарю всех, кто помогает. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою. Слава Украине. Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою. Слава Украине.